Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Си-Би-Си, студии Телегу Сен-Задей. В начале коротко о главном. В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками полиции Ходжавинского района, обнаружен схрон оружия и боеприпасов, в том числе гранатомет, гранаты и большое количество патронов. Франция обеспечит постоянную поддержку Армении. С таким заявлением выступил глава МИД Франции Стефан Сежурнем. Париж продолжает открыто демонстрировать однобокую политику в отношении Азербайджана. Избран новый президент парламентской ассамблеи Совета Европы на зимней сессии организации была утверждена кандидатура Тодороса Русуполуса на пост президента Пасе. Согласно отчету международного агентства Fitch Ratings, профицит счета текущих операций в Азербайджане будет оставаться двузначным в течение последующих двух лет. Рейтинговое агентство также отметило, что высокие цены на нефть и рост нефтяных доходов сохранят профицит сводного бюджета Азербайджана. Сегодня президент Азербайджан Ильхам Малиев ознакомился со строительными, инфраструктурными работами и работами по благоустройству в центральном парковом квартале и условиями, созданными в офисном здании Белого города. В целом проект Белого города предусматривает создание 10 районов различного типа на территории площадью 1650 гектаров, строительство 120 тысяч жилых и служебных объектов, проведение ландшафтных работ на территории 350 гектаров, создание бульварной линии протяженностью 10 километров. В настоящее время на территории Белого города уже завершено строительство 91 жилого здания. После завершения проекта в Белом городе будут проживать 280 тысяч человек. Также планируется создание 240 тысяч рабочих мест. В Ходжавенде обнаружены, оставленные армянскими сепаратистами боеприпасы. Об этом сообщает Бординская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджаном. В частности, сотрудники полиции обнаружили один гранатомет, 24 ручные гранаты, снаряды, патроны различных калибров и другое оружие. Стронок может быть неограничено. Это может быть ограничено только вашей фантазией и возможностями того, что некогда называлась армия обороны, не существующего уже образования, поэтому я не хочу назвать. Недавно была информация, если я не ошибаюсь, около больше 15 тысяч единиц стрелкового оружия не досчитали в Армении. По итогам всего того, что происходило и в 44-дневной войне, и вот за последние три года. Вы понимаете, что это вооружение целого корпуса, если говорить просто о стрелковом вооружении. То есть каждому человеку, если дать по автомату. Соответственно, мы здесь говорим, если просто о мелком стрелковом оружии, то это оружие, которое в принципе, речь не идет о каких-то крупных вооружениях, о танках, о ракетах и так далее. Но это оружие, которое используется террористическими группами, герилла-группами, партизанскими отрядами и так далее. То есть речь идет о стрелках, которые оставлены на случай, если вдруг. Программа «Великое возвращение», которая продлится до 2026 года, охватывает 25 областей и направлена на создание условий для нормального функционирования районов, городов, сел и благополучия каждого гражданина Азербайджана. Она остается национальным приоритетом, подчеркивающим возвращение бывших вынужденных переселенцев в различные освобожденные регионы. Процесс возрождения Физулинского района и подготовки его населенных пунктов к возвращению бывших вынужденных переселенцев успешно реализуется и в новом 2024 году. В рамках программы «Великое возвращение» в город Физули отправились его коренные жители. 25 семей, в целом 89 человек. Физулинцы отправились в родной город из комплекса «Габу-парк-3» в городахском районе города Баку. С учетом сегодняшнего переезда в Физули уже переселено 440 семей, то есть 1625 человек. Процесс возвращения идет поэтапно. Он начался 18 августа прошлого года. Бывшие вынужденные переселенцы выразили признательность военнослужащим азербайджанской армии, освободившим земли от врага. Со слезами на глазах мы возвращаемся на освобожденные родные земли. Это слезы счастья. Дай Бог, все граждане Азербайджана, кто лишился дома, вернется на родину. Мы проживаем эти дни благодаря нашим героям, отдавших свою жизнь за свободу. Я хочу поблагодарить родителей наших героев за таких отважных сыновей, а также спасибо каждому, кто воевал со мной бок о бок. Благодаря вам мы освободили наши земли. В этом году Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев уже провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на следующем этапе. В соответствии с составом семей, 57 из них будут обеспечены двухкомнатными квартирами, 75 – семей трёхкомнатными и 15 – четырёхкомнатными квартирами. До сих пор эти семьи проживали во временных поселениях в разных районах Азербайджана. Первая группа бывших вынужденных переселенцев в этом году отправилась в Физули 18 января. «Моей радости нет предела. Мы возвращаемся в родные края. Жаль, что я не могу разделить эту радость со своими родителями. Однако я счастлива, что мои дети увидят родные края». «Мы сегодня возвращаемся в Карабах, на родину моего отца. С первого дня моей жизни я слышала о молитвах моих родителей вернуться в родной дом, и этот день наконец-то настал. Мы очень гордимся тем, что мы родом из Физули и возвращаемся в родные края. Мы безмерно счастливы». В Физули полным ходом идут восстановительные работы. К концу 2026 года в Физулинском районе будет проживать 22 тысячи человек. В соответствии с генеральным планом города Физули планируется строительство жилых кварталов, отвечающих современным требованиям. Кроме того, будут восстановлены и 10 сёл. На данный момент ведётся строительство газопроводов для обеспечения газом сёл Физулинского района. Также реализуется проект по созданию в городе Физули комплекса систем питьевого снабжения, канализации и отвода дождевых вод. Реализуемый Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, проект рассчитан на удовлетворение потребностей 50 тысяч человек в городе Физули. С учётом перспективного развития до 2040 года. Глава МИД Франции Стефан Сежурне выступил с обращением, направленным к дипломатическому корпусу, в котором отметил, что Франция обеспечит постоянную поддержку Армении. При этом, по его словам, страна нацелена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном. Подробности столь противоречивого заявления в следующем материале. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. Согласно этой поговорке, так называемая дружба Армении и Франции не такая уж и крепкая. Учитывая, что о правде и чести там и речи нет. Армяно-французский тандем – яркое воплощение политического лицемерия. За громкими словами и обещаниями, которые страны дают друг другу, не стоит ничего. Тут, как нельзя кстати, придутся строки из басни Крылова. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Париж голословно кричит о поддержке Еревана. Вот и на этот раз глава МИД Франции Стефан Сежурне повторил, что страна будет продолжать эту политику. При этом руководитель внешнеполитического ведомства без зазрения совести заявил, что Армения и Азербайджан должны прийти к миру. На Южном Кавказе мы продолжим нашу поддержку Армении. Армения и Азербайджан должны, наконец, обрести мир. Справедливый и прочный мир, основанный на уважении международного права и территориальной целостности двух государств. 38-летний министр, который не имеет опыта профессионального дипломата, является близким соратником президента Франции Мануэля Макрона и возглавляет политическую партию Возрождения. Соответственно, его заявление про поддержку Армении – ничто иное, как повторение риторики самого Макрона, который под прикрытием поддержки вооружает Ереван. О каком мире в таком случае может идти речь? Справедливо было бы задать в этом случае вопрос политикам Франции. От кого и чего они пытаются защитить Армению? Война осталась в прошлом. Армения сама признала Карабах суверенной территорией Азербайджана. В одном из выступлений президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо предупредил, что если на Южном Кавказе вспыхнет новая война, то её причиной станут деструктивные действия Парижа. Поддержка, которую оказывает Франция Армении, в первую очередь преследует её личные национальные интересы. Именно эта так называемая поддержка является главным катализатором дестабилизации ситуации в регионе. На самом деле Франция конкурирует с другими развитыми странами за господство на Южном Кавказе. Но все иллюзии Парижа напрасны. Франция терпит неудачи везде, куда бы она ни вмешивалась. После того, как её выдворили из Африки, она стала активно вмешиваться в дела Азербайджана и Армении. Но это не тот случай. Современная Франция меняет не только вектор своей внешней политики, но и действующих лиц в правительстве страны. И на пользу ли подобные перемены – вопрос открытый. Стефан Сажурне – близкий соратник и друг Эммануэля Макрона. Накануне вошёл в состав правительства, заменив во главе Министерства иностранных дел Катрин Калонну. Сажурне называют самым преданным последователем Макрона. Примечательно, что Стефан Сажурне несколько лет состоял в браке с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем, который занял эту должность 9 января. Пара рассталась в 2023 году. Беновча Назарова, Сибиси. Служебно-боевая деятельность подразделения Азербайджанской армии, дислоцированных в труднопроходимой горной местности с суровыми климатическими условиями, организована на высоком уровне. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. Инженерными подразделениями осуществляются необходимые мероприятия для поддержания пути обеспечения, линий связи и коммуникации в исправном состоянии. В целях безопасности движение личного состава и автоколонн ограничено. Очищение пути обеспечения от снега осуществляется посменно. Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению продолжаются во взаимодействии с другими государственными органами в плановом порядке. Большинство международных организаций, куда МИД Азербайджана направил официальные ноты для участия в качестве наблюдателей на президентских выборах 7 февраля, ответили положительно. Об этом сообщил глава пресс-службы, внешнеполитическую ведомство Айханга Джизаде. Соответствующие ноты с целью приглашения международных организаций направлены Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, СНГ, Организация Исламского сотрудничества, Шанхайская организация и сотрудничество, ГУАМ, Организации Тюркские государства и Молодежные организации движения Неприсоединения. Согласно существующей процедуре, эти организации, в свою очередь, обращаясь к входящим в них государствам, выступают с призывом к наблюдению на выборах в соответствующей стране. По его словам, от зарубежных СМИ также получены многочисленные обращения с целью наблюдения за выборами. Их точное число станет известно после завершения процесса аккредитации. В ходе экзит-пола на предстоящих внеочередных президентских выборах будут опрошены более 60 тысяч граждан. Об этом на пресс-конференции сообщили представители американской организации Oracle Advisory Group. Организация проведет опрос 40 регионов Азербайджана, включая Карабахский регион. В проведении опроса будут задействованы полторы тысячи интервьюеров и 10 аналитиков. Я могу с большой гордостью сказать, что выборы, которые пройдут в Азербайджане, станут 25-м всенародным голосованием, в котором мы примем участие. Кроме того, для нас это будут пятые выборы в Азербайджане. До этого мы участвовали в четырёх выборах и в конституционном референдуме 2016 года, проведённых в вашей стране. Израиль не согласен с предложением Хамас вернуть заложников в обмен на прекращение боевых действий ЦАХАЛ в секторе ГАЗа. Об этом заявил премьер-министр Бениамин Нетаньяхум. По его словам, принятие условий палестинской радикальной группировки обесценило бы жертвы среди израильских военных. При этом премьер-министр страны подчеркнул, что освобождение заложников является одной из целей войны, над достижением которой его правительство работает круглосуточно. По данным СМИ, сделку по освобождению порядка 130 заложников в течение 30 дней продвигают представители США, Египта и Катара. Хамас требует в обмен на освобождение наших заложников прекратить войну, вывести наши войска из сектора ГАЗа, освободить убийцей, насильников и спецподразделения группировки НУЛБА и оставить Хамас в покое. Я не готов дать согласие на такой смертельный удар по безопасности Израиля. Уже завтра в Нью-Йорке состоит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Генсек ООН Антонио Гутерреш в своем профиле в соцсети ИКС назвал неприемлемым отказ израильского премьера Гениамина Нетаньяху от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства и добавил, что право палестинского народа на построение своего государства должно быть признано всеми. Тема продолжим с нашим гостем Цви Зильбер израильский журналист главный редактор лучшего радио к нам подключается. Здравствуйте господин Зильбер Шалом, здравствуйте, всех приветствую Господин Зильбер, ну вот что вы можете сказать о ситуации какие сейчас цели у страны как Израиль в целом планируют возвращать заложников Вы знаете, я думаю, что на данном этапе такой возможности вообще не существует и даже сам Бениамин Нетаньяу на пресс-конференции фрагмент, который вы сейчас показывали сказал, что нет никакого предложения Хамаса его не существует это родилось воображение средств массовой информации есть предложение Катара, Египта и США которое Хамас отверг точно так же, как и Израиль его отклонил потому что оно содержит совершенно неприемлемые для Израиля вещи Израиль сейчас прорабатывает некие свои инициативы которые сводятся к формуле, которая была во время первого обмена заложников в ходе которого Израилю удалось освободить более 100 своих граждан и это означает, что определенное число заложников освобождается каждый день в обмен на временное прекращение огня и поставки гуманитарной помощи в сектор газа но, соответственно, Хамас уже не готов на это Хамас понимает, что какое-то дополнительное время какая-то временная пауза ему, собственно говоря, погода особо не делает ну а освобождение палестинских заключенных из тюрем это, в общем-то, сегодня для них далеко не главный вопрос речь идет об их выживании именно поэтому в предложении Катара, Египта и США говорилось о том, что Израиль дает международные гарантии Хамасу о том, что Хамас может сохранить свое правление в Газе и что главари Хамаса получают иммунитет от ликвидации что израильский мусад не будет за ними охотиться ну и, соответственно, выводит все свои войска из сектора газа то есть Хамас хочет сейчас вернуться к ситуации которая была до 7 октября и поэтому Израиль находится сейчас в такой ситуации что, ну, три цели войны, которые были провозглашены с самого начала это свержение режима Хамаса первая цель вторая цель это возвращение заложников и третья цель это устранение навсегда угрозы безопасности Израиля с юга то есть из сектора газа в принципе, первая и вторая цель это свержение режима Хамаса и устранение угрозы и сегодня слились вместе это фактически одна и та же цель а освобождение заложников фактически на условиях Хамаса не на условиях, а, скажем так, исходя из позиции Хамаса сегодня совершенно невозможно поэтому Израиль остается сегодня привержен другой схеме Израиль считает, что продолжение интенсивного военного давления на Хамас приведет к тому, что главари Хамаса в конце концов поймут, что все пришел конец и для того, чтобы спасти свою жизнь предложат Израилю заложников в обмен на собственные жизни чтобы Израиль позволил им куда-то из сектора газа эвакуироваться в третью страну возможно в Алжир, возможно еще куда-нибудь в Сирию и в обмен на их жизни значит вернут израильских заложников но здесь тоже очень такая туманная перспектива потому что есть еще такой фактор как время, проходит время проходят дни, недели, месяцы и все меньше и меньше шансов у этих людей которые находятся там в чудовищных и пыточных условиях чтобы они остались живых мы знаем, что им не предоставляется там медицинская помощь они живут в проголоде они не видят дневного света их не выводят на прогулки они вот сутками сидят в своих каких-то клетках им даже запрещают говорить разговаривать, чтобы не подавать сигналы возможно безраильским войскам которые находятся сверху долго они в таких условиях не протянут и это вызывает огромную тревогу в Израиле что мы уже их живыми не получим даже граждане Израиля они, как мы провели демонстрацию немножечко, их решение Нитаньяху то есть это привело к неким таким протестам но это не протесты против Нитаньяху у нас были протесты против Нитаньяху и многие участники этих протестов сегодня присоединились к движению это такое движение солидарности с семьями и вы знаете, это вопрос который не может трогать не тронуть до глубины души каждого израильтянина, каждого человека у нас сейчас в стране половина людей ходит с такими жестяными жетончиками на шее в знак солидарности там такая благотворительная акция когда мы все собирали помощь для семей заложников и соответственно вот в память об этом пожертвовании выдавали эти жетончики на каждом жетончике написано имя кого-то из заложников вот у нас просто пол Израиля ходит с этими жетончиками на шее и нет никаких сомнений что если бы не нынешняя военная ситуация если бы сейчас не шла полномасштабная война то возможно Израиль согласился бы абсолютно на любые условия чтобы вернуть этих людей сюда но тут еще есть интересы и выживания целой страны 10 миллионов человек условия Хамаса которые фактически означают капитуляцию Израиля они совершенно неприемлемы и вот Израильское общество сегодня фактически разрывается изнутри вот фактически Израильское общество с одной стороны рационально понимает что мы должны продолжать эту войну до ликвидации Хамаса до демонтажа режима Хамаса в секторе Газа с другой стороны мы в долгу перед этими людьми мы должны их вернуть домой это наш моральный долг прежде всего мы не смогли их защитить и конечно Израильское общество разрывается сейчас пополам будут протесты многочисленные протесты их нельзя недооценивать заложники это огромный слон который стоит в комнате и если кто-то вам скажет что Израиль будет воевать с Хамасом так как будто нет заложников то это неправда в частности мы видим что зачистка туннелей происходит намного медленнее чем она могла бы происходить именно потому что Израиль опасается что погибнут заложники при обрушении туннелей в общем все очень сложно все есть такое ощущение некой тупиковости ситуации но у Израиля нет другого выхода кроме как продолжать давить Хамас и надеяться на то что заложники выживут ну еще и с учетом того что весь мир также давит на Израиль даже союзники в лице США Европы выступают сейчас с некой такой критикой скажите может ли в целом вот это как-то повлиять на политику Нетаньяху или же все-таки Израиль готов идти до конца Израиль готов идти до конца и я бы не сказал что мир прям так вот давит на Израиль вот например на прошлой неделе Европейский парламент подавляющим большинством голосов 330 против 100 с чем-то то есть 2 трети голосов как минимум нет почему 2 трети 3 четверти голосов как минимум Европейский парламент принял резолюцию которая признает право Израиля на самооборону которая признает что Израиль должен должен свергнуть власть Хамаса и дальше уже собственно говоря газа без Хамаса это уже какая-то перспектива для дальнейшего политического процесса поэтому я бы не сказал что мир прям так на нас давит есть определенная часть американских левых которые давят на Байдена это демократическая партия и Байден соответственно тоже вынужден маневрировать и поэтому он всячески сейчас достает из рукава всякие там мирные инициативы да естественно разумеется но при этом безоговорочную поддержку со стороны США никто не отменял есть традиционно враждебные Израилю европейские страны такие как Бельгия вот Бельгия присоединилась к этому совершенно безумному иску Южной Африки в суде справедливости ООН Бельгия и Словакия да это странный довольно таки пример министра по фамилии Фиццо да во всей видимости он испытывает неприязнь не только к Украине но еще и к Израилю вот и в то же время мы видим как Германия присоединилась на стороне Израиля к этому иску и готова доказывать что никакого геноцида в секторе газа не происходит или там Ирландия например традиционный враг Израиля в Евросоюзе есть такие отдельные страны которые на нас давят есть враждебные Израилю страны которые поддерживают в этой ситуации Иран но в принципе или там скажем организация объединенных наций да но это вообще смешно те страны чья поддержка Израилю действительно важна и которая может повлиять на решение Израиля пока дают зеленый свет для продолжения этой операции ну если эта операция закончится разумеется свержением режима Хамаса свержением террористической власти в секторе газа и потом какого-то дальнейшего политического процесса для урегулирования и какого-то лучшего будущего для жителей сектора скажите а вот рассчитывать все-таки на ослабление Хамас как вот можно да конечно Хамас побит Хамас понимаете в чем дело никто точно не знает численность армии Хамаса по той простой причине что это гибридная война Хамас это партизанское движение которое неотличимо от мирного населения да в этом же как бы и признаки чем отличается регулярная армия от Хамаса регулярная армия носит форму и опознавательные знаки Хамасники воюют в шлепанцах и в спортивных костюмах он отбросил в сторону свой РПГ и он превратился в мирного жителя и никто точно не знает сколько там Хамасников по мнению израильских военных экспертов до сих пор было уничтожено около 9 тысяч боевиков то есть это где-то порядка можно сказать 30 процентов от того количества которое как предполагалось есть у Хамаса да то есть где-то 30 тысяч боевиков под ружьем стояли у Хамаса но надо понимать что выбит практически весь старший и средний офицерский состав выбиты даже младшие офицеры большинство батальонов Хамаса ну скажем так так как организационные структуры они разбиты то есть остатки этих батальонов вливаются в другие какие-то соединения с которыми они совершенно не слажены и естественно все это ослабляет Хамаса лишился огромного количества своих жизненно важных стратегических объектов Хамас лишился большой части своих тоннелей конечно его сопротивление ослабло и там где присутствует израильская армия мы Хамас не видим они только под землей там где израильская армия снижает свое присутствие они тут же выскакивают из-под земли появляются на поверхности и снова открывают вот такие правила это гибридная война которую вести очень и очень сложно спасибо благодарю вас господин Зильбер Цвизильбер израильский журналист главный редактор лучшего радио он подключался к нам парламентская ассамблея совета Европы избрала греческого политика Теодороса Русопулоса своим новым президентом его кандидатура была утверждена на зимние сессии организации таким образом Русопулос стал 35 главой ПАСЭ до этого он был председателем комитета парламентской ассамблеи совета Европы по вопросам миграции беженцев и перемещенных лиц греческий политик ранее также занимал должность пресс-секретаря правительства Греции государственного министра по вопросам информации и коммуникации в ноябре 2008 года ему пришлось уйти в отставку из-за финансового скандала может может ли Дональд Трамп вновь стать президентом несмотря на уголовное преследование со стороны американских спецслужб экс-президент лидирует среди кандидатов от республиканцев к тому же один за другим его соперники выходят из президентской гонки уступая путь Дональду Трампу так поступила его ближайший соперник губернатор Флориды Рон Десантис губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил что выходит из предвыборной гонки за участие в президентских выборах в США в 2024 году в своем видеообращении выразил поддержку Дональду Трампу несмотря на наличие некоторых разногласий причиной он назвал отсутствие четкого пути к победе ранее свою предвыборную кампанию завершил другой кандидат от республиканской партии Вивик Ромасвами он также поддержал кандидатуру Трампа если бы я мог сделать хоть что-то чтобы достичь желаемого исхода больше мероприятий интервью в рамках предвыборной кампании я бы это сделал но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время если у нас нет четкого пути к победе я завершаю свою предвыборную кампанию и как и множество республиканцев хочу дать второй шанс Дональду Трампу я хотел бы поздравить Рона Десантиса с отлично проведенной президентской кампанией они думают что это легко но это не так он действительно провел хорошую президентскую кампанию как вы знаете он объявил о выходе из предвыборной гонки поддержав меня за что я ему благодарен ранее к нам присоединился Вивик сейчас Рон они все будут вместе с нами если вы хотите спасти Америку это очень просто проголосуйте за Дональда Трампа заявление Десантис сделал всего за пару дней до праймерс в Нью-Гемпшире которые назначены на 23 января таким образом единственным конкурентом Дональда Трампа на республиканскую номинацию стала экс-представитель США в ООН Никки Хейли она в свою очередь заявила что готова стать первым президентом женщины в американской истории Хейли и ее союзники и до выбывания Десантиса позиционировали президентскую гонку как борьбу между ней и Трампом последние опросы показывают что в Нью-Гемпшире Хейли отстает от Трампа на 15-процентных пунктов при этом эксперты отмечают что выход Десантиса из президентской гонки наносит удар по Нике Хейли Ей нужно было чтобы Десантис и Рамасвами остались в гонке потому что эти люди не отбирали у нее голоса они отбирали голоса у Трампа сейчас переманить избирателей на свою сторону гораздо сложнее мы просто наблюдаем консолидацию тех людей которые все время поддерживали Трампа и людей которые были за администрацию экс-президента но не очень любили самого Трампа для них не остается иного выбора за последние несколько месяцев рейтинг республиканки Ники Хейли значительно возрос в 2016 году журнал Time назвал ее одной из 100 самых влиятельных людей в мире занять пост постоянного представителя при ООН Хейли предложил экс-президент США Дональд Трамп но сохранить дружеские отношения им судя по всему не удалось Хейли обвинила Трампа в беспорядках в Капитолии а Трамп в свою очередь назвал свою соперницу пробайденовским кандидатом и слова эти не лишены смысла так как в вопросе международных отношений Хейли наметила путь противостояние Китаю России и Ирану Сукар открыла очередную автозаправочную модульную станцию на дороге Гаджигабул Бахрам-Тапе Миндживан это в Физулинском районе Азербайджана но об этом подробнее расскажет моя коллега Анастасия Панарина Анастасия добрый вечер сколько же всего заправок под брендом Сукар располагается на освобожденных территориях добрый вечер Телли на данный момент количество автозаправочных станций увеличилось до 9 а если смотреть в целом по стране то их сейчас 59 об этом и о многом другом прямо сейчас в рубрике Финтаймс Акербарен Сукар Петролиум открыла очередную автозаправочную модульную станцию в Физулинском районе Азербайджана АЗС расположена на дороге Гаджигабул Бахрам-Тапе Миндживан маршрут пролегает через два района Бейлоганский и Физулинский на объекте установлены две топливораздаточные колонки где предлагается автомобильное топливо всех типов к настоящему времени автозаправочные станции под брендом Сукар действуют в Карабахе и восточном Зангизуре в частности в городах Шуша и Лачин в Физулинском Ахнанском Кубадлинском Ходжавенском и Джабраильском районах Количество АЗС под брендом Сукар на освобожденных территориях увеличилось до 9 а в целом по стране до 59 станций Сегодня исполняется три года со дня создания агентства по развитию экономических зон Азербайджана Как сообщил социальная сеть Икс министр экономики Микайл Джабаров за прошедшее время объем инвестиций в промышленные зоны достиг 750 миллионов монатов За три года с момента создания агентства в отечественных промзонах статус резидентов получили 56 субъектов предпринимательства Начали функционировать 17 предприятий и было создано 1336 постоянных рабочих мест В общей сложности в промышленных зонах в целом произведено продукции на 8 миллиардов 400 миллионов монатов из которых 35,7 процента или более 3 миллиардов монатов пришлись на экспорт Экономический рост Азербайджана составит примерно 1,4% по итогам прошедшего года При этом в течение следующих двух лет воловой внутренний продукт страны сохранит тенденцию роста Хотя динамика и будет относительно небольшой Об этом пишут местные СМИ ссылаясь на отчет международного рейтинга агентства Фич Рейтингс Аналитики агентства полагают что профицит текущего счета продолжит выражаться двухзначными числами в течение следующих двух лет Однако чистые суверенные активы страны к 2025 году увеличатся до 72% ВВП В отчете также отмечено что цены на нефть на уровне выше запланированного а также рост ненефтяных доходов Азербайджана в отчетный период будут сохранять общий бюджет страны профицитным Отдельно следует указать что государственный долг в странах Центральной Азии и Кавказа включая Азербайджан останется низким Отношение внешних обязательств к ВВП в 2025 году составит в Азербайджане 22,2% и для региона госдолг останется относительно стабильным в течение следующих двух лет Сотрудничество между Европой и Азией важная мера для укрепления мировой экономики и политической стабильности По мнению экспертов разъединение или игнорирование потенциала Азии может привести к ухудшению конкретно способности стран Европы поэтому важно продолжать развивать партнерские отношения и поощрять сотрудничество между этими двумя важными регионами В последние годы все чаще говорится о необходимости сотрудничества между Европой и Азией Это связано с тем что Азия быстро развивается и становится все более важным игроком на мировой арене Европа в свою очередь испытывает ряд проблем таких как экономический кризис старение населения и сокращение рабочей силы Тем не менее наблюдается рост торговых и инвестиционных связей между сторонами В 2019 году объем внешнеэкономических операций между ЕС и Азией составил полтора триллиона евро Основными торговыми партнерами Евросоюза в Азии являются Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Сингапур На венгерско-вьетнамском бизнес-форме премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что Европа не может удовлетворить свои важные потребности понимая что Азия развивается быстрее Он также отметил что число европейских стран выступающих за сотрудничество с Азией растет и упомянул две модели взаимодействия с Востоком Так по словам Виктора Орбана одни полагают что нужно разъединяться другие в свою очередь выступают за сотрудничество со странами Азии Венгерский премьер считает что разъединение с Востоком Европы сделает ее страны менее конкурентоспособными Виктор Орбан выразил надежду что в Венгрии положительно повлияет на экономическую политику стран Евросоюза относительно взаимодействия с Востоком Премьер-министр Орбан реагировал на процессы которые происходят в последние десятилетия между США которая является доминирующей державой и Китаем США исходит из своих национальных интересов и старается позиции конкурентов сделать все чтобы эти позиции не увеличились и сделать все чтобы этих конкурентов убрать ну потому что процесс такой что страны Азии и Китай и Индия они очень сильно растут и по прогнозам глобального в ближайшие несколько десятилетий они могут забрать лидирующее место США в то же время политические отношения между Европой и Азией остаются сложными существует разногласия по целому ряду вопросов эксперты считают что со своей стороны США стремясь защитить национальные интересы активно противодействуют конкурентам лица азиатских стран в первую очередь Китая и делают все возможное чтобы не допустить их усиления Вашингтон также стремится изолировать своих конкурентов от своих союзников в первую очередь давление со стороны США может привести к тому что европейские правительства начнут предпринимать шаги против Китая и изолировать свои экономики и страны от азиатских государств давление США могут все-таки побудить давление может усиливаться и это побудит страны Европы чтобы они делали какие-то шаги против Китая чтобы они как-то более изолировали свои экономики свои страны от стран Азии и как я уже говорил это для европы конечно является для европы это является трагедией или катастрофой потому что европейский проект строится именно на основы экономического сотрудничества для сша это но вполне хорошо понятный геополитический интерес национальный интерес чтобы изолировать конкурентов и сделать все чтобы остаться доминирующим игроком у европы в этом плане другие интересы европа базируется на экономических ценностях сотрудничество между европой азии может принести взаимную пользу обеим сторонам европа может получить выход на новые рынки природные ресурсы и технологии азия в свою очередь станет обладать доступом к европейским товарам и услугам а также к западным рынкам капитала целом перспективы сотрудничества между европой азии представляются благоприятными однако прежде сторонам необходимо преодолеть ряд политических и экономических барьеров на арминах амбабаева cbc энергетическая госкомпания объединенных арабских эмиратов однок увеличит инвестиции в проекты в сфере декармонизации более чем на 50 процентов об этом говорится в сообщении компании совет директоров одобрил увеличение бюджета на эти цели до 23 миллиардов долларов ранее однок заявляла что планирует потратить 15 миллиардов долларов на проекты декармонизации технологии низкоуглеродные решения до конца 2030 года компания будет использовать передовые технологии для развития вия проектов которые продолжат поддержали бы движение отрасли к цели углеродной нейтральности к 2045 году казахстан возглавил международный фонд спасения аральского моря председательство продлится три года за это время в организации будет рассмотрен ряд вопросов касающихся зоны стихийного бедствия некоторые договоренности уже в действии к примеру казахстан совместно с узбекистаном обновили стратегию водопользования тема продолжит радмир и браев высохшее аральское море крупнейшая экологическая катастрофа центральной азии этой проблеме большое внимание уделяют международные финансовые институты в результате выделенных грантов реализован ряд проектов тем не менее для строительства масштабных гидрообъектов пока не хватает возможностей этот вопрос казахстан поднимет во время председательства международном фонде по спасению арала эксперты считают что это еще больше консолидирует страны центральной азии в сфере водного обеспечения 2016 года кыргызстан к сожалению заморозил свое участие но восемнадцатом году фонд арала начал работы по подготовке к совершенствованию институциональной и правовой базы мвса и вот в этой работе как раз в региональной рабочей группе по совершенствованию кыргызстан принимает активное участие поэтому у нас есть надежда что вот при председательстве казахстана кыргызстан вернется состав и мы надеемся что как раз вот в этой программе работ найдет отражение как раз и вот эта инициатива по привлечению технологий инвестиций для зоны приорали между тем феврале казахстан и кыргызстан начнут переговоры по водным запасом об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации казахстана нружан нуржигитов стороны рассмотрит вопросы разумного использования водотоков меры по их сохранению и защите страны также будут согласовывать строительство гидротехнических сооружений к примеру сейчас опасения у специалистов вызывает ортотокойское водохранилище в кыргызстане откуда во время вегетации вода подается в казахстан а потом объемы воды который будет получать джамбульская область мы планируем где-то марте месяца уже с каждой стороны договориться это уже будем смотреть накопление потом казахстан даст прогноз нам на этот год по водообеспеченности по кировскому водохранилище на сегодняшний день объем воды по сравнению с прошлым годом более больше чем но на 40 миллионов кировское водохранилище стоит сейчас в режиме накопления кроме того проект по переброске воды и сибирских рек на юг обсуждают специалисты казахстана и узбекистана по их оценкам на строительство может потребоваться около 6 миллиардов долларов вот за последние три года мы создали уже промышленность собственную которая покрывается способны сегодня покрыть около 300 тысяч гектаров в год вот этими новыми технологиями причем когда это производится внутри это намного дешевле потому что раньше мы тоже капель нарушение покупали в израиле в китае в турции да собственное производство это как минимум в два раза дешевле поэтому узбекистан готов поделиться вот этим опытом в прошлом году центральная азия столкнулась серьезным дефицитом поливной воды может столкнуться с ним вновь в 2028 году такой прогноз дал евразийский банк развития по их данным переход водосбережению представляется безальтернативным решением проблемы сохранения потенциала орошаемых земель и обеспечения продовольственной безопасности в регионе такая необходимость вызвана не только климатическими изменениями ростом потребностей в воде но и ожидаемым и сокращением поступления речного стока амудари со стороны афганистана радмир и браев cbc казахстан кандидат в президенты сша дональд трамп принимая участие в предвыборной кампании в нью-гэмшире заявил что он против введения в оборот в стране цифрового доллара он заявил что внедрение цифрового доллара даст правительству абсолютный контроль над деньгами американцев вопрос федеральной резервной системе сша обсуждают что там отмечали что не будут вводить цифровую валюту без одобрения конгресса как ваш президент я никогда не допущу создание цифровой валюты центрального банка такая валюта даст нашему федеральному правительству абсолютный контроль над вашими деньгами они смогут забрать ваши деньги а вы даже не заметите что они пропали сторонники цифрового доллара указывают на плюсы в виде ускорения цифровых транзакций и упрощения выявления мошенничества и отмывания денег противники же считают что при его внедрении в экономику у правительства появится возможность отслеживать покупки и блокировать товары помимо этого как утверждают эксперты теперь биткоин представляет угрозу для центральных планировщиков которые хотят контролировать общество такие валюты они нарушают сразу же постулаты криптовалют ну или стейбл коинов поскольку они централизованы какой смысл там как наш центробанк рекламирует ой мы создали цифровой рубль да только эмиссия этого цифрового рубля она находится в руках центробанка также как и в америке есть это будет цифровой доллар то эмиссия цифрового доллара будет находиться в руках фрс вот здесь какие минусы для граждан во-первых государство таким образом может только может будет осуществлять тотальную слежку что вы покупаете где вы покупаете поскольку каждый цифровой доллар или рубль тот же можно полностью отследить что вы правильно расходуете средства там их расходуете где на 1 что вы расходуете платите ли вы налоги как отметил эксперт для контроля налоговых платежей граждан введение цифровой валюты это благоприятный фактор однако власть америки также намерены представлять цифровизацию доллара как основного пути в борьбе с коррупцией данные цели нецелесообразны утверждает российский программист так как коррупционная составляющая может проявляться при переводе цифрового актива в бумажный тарифы на электричество во франции вырастут с 1 февраля почти на 10 процентов об этом сообщил министр экономики и финансов страны брюно ле мер в эфире местного телеканала такой антисоциальный шаг связан с прекращением действия тарифного щита который был введен в прошлом году для сдерживания роста стоимости электроэнергии по словам министра тарифный щит позволил покрыть половину расходов домохозяйственное электричество но сейчас необходимо помочь государственным финансам ле мер подчеркнул что следующее повышение тарифов произойдет не раньше февраля 2025 года предыдущее подорожание электроэнергии составилась в августе прошлого года его тогда объяснили энергокризисом в евросоюзе вызванном перебоями с поставками газа из россии организация экономического сотрудничества и развития предупреждает о возможности еще более резкого роста цен на энергоносители с 1 февраля тарифы на электричество вырастут на 9,8 процента для тех кто платит по дифференцированным тарифом и на 8,6 процента для тех кто платит по базовой ставке для 97 процентов французских домохозяйств рост будет ниже 10 процентов как и обещал это трудное решение но оно необходимо чтобы гарантировать нашу способность инвестировать в новой мощности по производству электроэнергии а затем окончательно выйти из этого чего бы это не стоило мы возвращаемся к нормальной жизни это последнее повышение этого налога в 2024 году следующее будет 1 февраля 2025 года мы вернемся к ситуации которая была до тарифного счета быловой внутренний продукт сербии при благоприятных условиях может достигнуть 100 миллиардов евро в 2027 году об этом заявил президент александр вучить на презентации плана развития страны сербия 2027 скачок в будущее глава государства также подчеркнул что средняя заработная плата по стране будет составлять одну тысячу евро уже в 2025 году сейчас этот показатель находится на уровне 836 евро президент вучить добавил что к декабрю 2027 года он ожидает что средняя заработная плата по стране достигнет уровня в одну тысячу восемьсот евро за нас великой даны совсем в 2012 году воловой внутренний продукт республики составлял порядка 33 миллиардов евро в предстоящий период к 2027 году если мы добьемся успеха в осуществлении всего что задумали то по оценкам международного валютного фонда наш ввп составит 92 миллиарда 700 миллионов евро мы надеемся на несколько более благоприятные геополитические условия и при больших инвестициях мы могли бы достигнуть и 100 миллиардов евро в обозримом периоде страна приложит дополнительные усилия для продолжения своего европейского пути сохраняя при этом отношения со своими традиционными партнерами а также оберегая свободу и независимость ну что ж к этому часу у нас пока все мы будем продолжать следить за ходами событиями в экономике как в мире так и в регионе или спасибо большое анастасия панарина представила экономический блог этому часу у нас пока все до встречи в вечернем выпуске всего доброго и и и и и